Я знаю, у тебя там видение такое, миллион миллионеров. У меня мама была инженером, и потом там в 35 лет просыпается утром и говорит, теперь я учитель рисования. Мы хотим изменить этот мир. Сколько сейчас у тебя лиц, принимающих решений, мэров, заместителей в телефонной книжке? Мы не просто должны замыкаться в своих секточках, в своих каких-то, ну, в маленьких общинах. Ну, как бы, насколько я тебя знаю, ты не скрываешь своей идентичности с Богом. Все на них нужно молиться, они там святые люди. Да нет такие, это же социальный срез. Что ты делаешь с Колково? Какой у тебя функционал, за что ты отвечаешь? Я говорю, давайте, может быть, мы помолимся вместе за ситуацию. Когда ты смотришь на компанию как на деятельность и на себя как функцию в этой деятельности, тогда можно сказать, что все начинается с тебя. Что делать предпринимателю? Что делать лидеру? Но это еще не конец. Это только начало. Собака, которая, она уже умерла. Которая, можно сказать, стала членом нашей семьи, Человек Божий. Оставайся Человеком Божиим. Всем привет, друзья. Сегодня в студии у нас Евгений Николин на подкасте «По-честному». Это первый выпуск, который станет таким флагманом всех выпусков, которые будут проходить в этом году. Евгений, очень интересный гость, собеседник. Хочу начать с того, что поздравляю тебя с юбилеем. Ты стал настоящим 50-ником. На 50 лет мы, давай, даже пожму руку. Давай начнем с того, кто такой Евгений Николин сейчас. Кто ты, что ты, зачем ты и так далее. Расскажи как раз вот про свой последний период жизни. Прежде всего, спокойный человек. Потому что вот последний год, ну, кто-то боится говорить последний, крайний, говорит, ну, неважно. Вот прошедший год, 23-й, это был для меня юбилейный год. У меня в декабре вот как раз день рождения. И в этот год я размышлял, остановился и задавал себе как раз эти вопросы. Кто я, как мне двигаться дальше. Потому что именно в этот период, где-то вот с 50 до 60-65, удивительное сочетание и возможность соединить в себе прошедший опыт, накопленный ресурс, социальный капитал, другие виды капитала, компетенции, которые выросли. И есть еще порох в пороховницах, есть желание, есть видение, есть силы сделать что-то важное и значимое. Вот. И я, как и мои близкие друзья, которые до меня этот опыт пережили, провел этот год в рефлексии, размышлении, подведении итогов. И разные, конечно, выводы для себя сделал, анализировал свою жизнь, молился, ходил по горам Армении, ездил в Грузию, в Турцию, вот, созерцал горы, вот. И понял, чем заниматься следующие 15-20 лет. Сейчас же невозможно планировать на год или на полгода вперед. Пришлось спроектировать или увидеть следующие 15-20 лет. Вот. И я понял, что вот в этой ситуации, в этом нестабильном, турбулентном, ну, там всякие аббревиатуры есть, там Вука, Бани, сейчас там Шива, Таки, но чего только не придумают с этим миром. Вот. То, о чем Христос говорил уже 2000 лет назад, что, ребята, все будет очень непросто. Важно удерживать свою картину мира, те ценности, которые для тебя на самом деле важны. Для меня важны близкие отношения с семьей, для меня важна вера в Бога, для меня важно социальное действие, которое меняет этот мир и распространяет Божье Царство, его праведность, его радость и какая-то польза, которую я приношу людям. Вот. Но если в двух словах, то это будет работа с людьми с особенностями развития. Ну, их по-разному называют. В России с ограниченными возможностями, на Западе с повышенными потребностями. Я вижу в этом особенностями развития. У меня сын такой, аутист. Давай об этом расскажи подробно, потому что это тоже очень интересная история. Ну, это интересная история, потому что у нас три девочки, и вот мы захотели мальчика, вот. И есть огромный, ну, то есть есть такой точный способ выбора пола ребенка. Это усыновление. Вот. И мы усыновили парня, и так случилось, что он, ну, у него там произошли определенные такие истории врачебные. А вот, и у него проявился аутизм, и другие. Я, извини, да, я правильно понимаю, что сначала вы взяли ребенка, у которого не было аутизма. Ну, да. То есть это был ребенок, вы приняли решение к усыновлению, как-то проверили, там, ну, там же есть категория, я сам просто, да, у меня есть корочки по усыновлению. То есть я знаю, что там, ну, там проверяешь категорию А, категорию Б, тогда, то есть вы взяли ребенка, и потом вы... У ребенка были болезни, были какие-то патологии, но врачи через полгода не узнали ребенка. Мы взяли двухмесячного, вот, через полгода они не узнали, потому что, ну, в этом возрасте ребенок очень быстро восстанавливается, особенно в благоприятной среде, в любви. Мы делали все возможное от себя, молились за него, естественно, врачебная помощь. Вот. Через полгода ребенок был полностью восстановлен, врачи говорили, это потрясающе. Но в два с лишним года так случилось, что после прививки она оказалась триггером таким, вот, возможным, как врачи говорят. Но мы увидели прям как сбой в его, ну, иммунной системе. У него появилось вот иммунное заболевание, и сразу у него он закрылся, и где-то до пяти лет вообще не разговаривал, не взаимодействовал с нами. Вот. Но потом, благодаря и моей супруге, и дочерям, и то, что мы вкладывали, вот, всю любовь, завели собаку, ее тоже, кстати, меня зовут Евгений, у меня супруга Женя, вот. И она нашла такую собаку по имени Женя, вот, маленькую, ретривера. И через взаимодействие с семьей, через взаимодействие с этой собакой, ну, потому что нам сказали, что нужно либо дельфинной терапии, либо с лошадьми, либо с собаками. Ну, в Москве сложно завести в квартире лошадь или дельфина. Вот. Мы решили все-таки остановиться на собаке, и благодаря взаимодействию с ней, ребенок начал взаимодействовать с миром. Сейчас это потрясающий парень с какими-то, в чем-то гиперспособностями, а в чем-то, ну, как бы, есть определенные сложности. Итак, аутизм не был сразу выявлен, он и не выявляется сразу, он выявляется там в два-три года. И это очень был сложный путь. И вы знаете, интересно, вот, возвращаясь к вопросу, чем мне заняться? То есть мы с тобой такие масштабные люди. Я знаю, у тебя там видение такое, миллион миллионеров, об этом еще переговорим. Я посмотрел, сколько вообще миллионеров в мире. Их вообще немного. Несколько десятков миллионов. В России вообще там несколько десятков тысяч. Ты такой, ах, вот такое видение. Потрясающе. И я тоже масштабный человек, и для меня важно большое социальное действие. И вот я размышлял, чем же, у меня были версии свои, чем заняться вот в эти 10-15 следующие лет. Там, я думаю, что в 65 нужно все-таки уже немножко сворачивать деятельность. А к 70 вот сюда ехали, дочка такая говорила, так, папа, ты будешь стареньким, а я буду генеральным директором, дочка Сергея, директором Dream Group, ты будешь где-то на Гавайях, я тебе буду слать денежки, а я буду тут всем заправлять. Дочке сколько лет? Восемь. Вот. То есть нужно вовремя уходить. Значит, и, но в эти годы мы можем сделать что-то значимое. И я так размышлял, искал, и с моим близким другом, с Вадимом Евсюковым, мы на крыше дома Еревана в его день рождения, 20 июня, размышляли, и как-то сложилось у нас все. Наш разговор, у него тоже сын аутист, наши молитвы за наших детей, наши мечты, ожидания, и мы согласились с ним, что мы хотим изменить этот мир вот в этой сфере, то есть помочь людям с особенностями развития, прежде всего аутистам, раскрыть их предназначение, помочь им встроиться в систему разделения труда или создать новую систему разделения труда для них, то есть интегрировать их в существующие компании и создать проекты полностью под них. И тем самым такие люди, как Энтони Хопкинс, Илон Маск, Цукерберг, кто там еще, Месси с аутическим, то есть это люди с аутическим спектром, которые сами признают, или говорят, что вот у них вот такой спектр есть. Это эффект выживших, но эти люди сконцентрированно занимались своей деятельностью и достигли невероятных успехов. Понятно, что не все аутисты с таким интеллектом или возможностями и так далее, но создав условия для этих особенных людей, я думаю, что мы увидим потрясающие чудеса. Я хочу это сделать для своего сына, для сына моего друга, моих друзей, и у нас еще там есть люди в команде. И увидеть, что в этом ужасном, турбулентном мире есть такая версия, что, например, аутизм это некий ответ, ну такой, может быть, революционный на человечество, на то, что происходит с этим миром, что люди, они замыкаются в себе и концентрируются на чем-то одном. Так вот мы увидим, как эти удивительные, очень непонятные для нас нейротипичных людей люди будут открывать нам новые миры, создавать новые виды искусства и делать такие проекты, которые нам и не снились. Да, супер. Смотри, давай отмотаем пленку назад, 50 лет, sabbatical, да, вот расскажи, кстати, давай про sabbatical, но прежде, чтобы понимать, нужна предыстория, то есть у тебя очень интересный путь. Ты менял, как бы, вот знаешь, есть компании в бизнесе, они делают pivot, так называемый, то есть компания одним занималась, потом там, да, ну тот же самый Илон Маск, про который сказали, да, это Paypal платежная система, и потом корабли какие-то на Марс полетели. Или Toyota. Да, или Toyota. До того, как они занимались, ты знаешь, да, автомобилями, чем они занимались. Ну, по-моему, швейные машины, или что-то такое. Ткацкие станки. Да, казалось бы, куда, да. Ну, и Лесбер, который сейчас чем-то не занимается. Эта система, да, то есть вот, и ты, как бы, такой тоже пивотчик, назовем по жизни, да, вот новый термин мы придумали в этом подкасте, то есть там, сначала там служение, да, вот расскажи, как бы, чем ты занимался, коротко, да, вот на эти, эти, там, 50 лет. Прошедшие 50 лет. Да, прошедшие 50 лет. Кратлечие. Да, и как, и знаешь, что мне интересно, потому что я думаю, что это кому-то, да, очень пока объясню, да, вот почему я вообще спрашиваю. У меня мама такая, то есть у меня мама была инженером, и потом там в 35 лет просыпается утром и говорит, теперь я учитель рисования. Ну, вроде что-то похожее, да, ну, где инженер, да, где учитель рисования, она идет, заканчивает художественную школу, и вот весь ее дальнейший путь она стала заслуженным учителем без педагогического образования. И я помню, как бы, как ее это вдохновило, ну, как бы, знаешь, по жизни. Вот расскажи, как это у тебя было, может быть, это тоже будет кому-то полезно. Интересно, что у меня родители, папа вообще стабил, конкретный, то есть он поступил на работу, и вот он проработал все там десятки лет на металлургическом заводе, ну, вначале ЧМК, потом Северсталь, вот, ему сейчас 86 лет, он так же стабильно, у него такой же режим дня, он продолжает бегать в спортзале и ходить в баню каждую неделю, вот. Мама вообще по-другому, она учительница, и она пыталась ведь в ту индустриальную эпоху практически невозможно было выпрыгнуть из профессионального трека. А до этого даже само понятие призвания, беруф, беруфунг, на немецком, да, Лютер ввел это, оно было, как бы, внутри профессии, профессии, призвания были однокоренные слова, то есть родился ты сапожником, и, ну, как бы, ты будешь сапожником, родился ты кузнецом, у тебя фамилия Шмидт, Смидт, Кузнец, Кузнецов или Коваль, вот, и ты будешь ковать так же, как твой отец, прадед и так далее. В индустриальной эпоху это изменилось, человек мог выбрать профессию, отучиться, и потом всю жизнь до пенсии работать на одном месте. С папой так было, мама попыталась, она была учительницей рисования и черчения, также учительницей литературы и русского языка, до этого у нее было, а потом, а она всю жизнь мечтала заниматься с маленькими детьми, и учительница начальника класса, вышла на пенсию, стала заниматься, то есть она попыталась в этом треке как-то по-другому двигаться. У меня, мне нравилось заниматься разными вещами, но так сложилось, что в 19 лет я стал пастором церкви, и 25 лет я был пастором, епископом, и, конечно же, я начинал множество разных проектов. Вот знаешь, говорят ключевое, разговаривал, да, есть же такое поверье, да, или такое утверждение, ну, типа, ну, ключевое слово был, ну, типа, ну, как был, вот давай вот это тоже обсудим, ну, смотри, ну, во-первых, пасторов, как и каких-нибудь офицеров, силовиков, бывших не бывает, вот, интересно, это уже профессиональная девиация, вот, но я сейчас не являюсь пастором там общины, ну, а какая у тебя была община? Община в Череповце, церковь, поместная церковь, она в разные времена была, ну, на максимуме, на максимуме доходило там до 350, может, там, кто-то считал до 400 человек, я же, ну, как бы, тоже не считал, примерно в течение времени, вполне такая большая церковь была. Ну, это на пике, был спад, ну, примерно это было 200 плюс-минус человек, ну, там, в разные времена. Вот все, вот ты пастор, епископ, и потом, что с тобой, озарило тебя или что? Несколько церквей в Вологодской области, там, в Архангельской группы такие были, вот, вполне ординарные, то есть не было такого, что, ну, как бы, там, я был супер каким-то, пропавленный, но всегда у меня были какие-то проекты, какие-то идеи, вот, этот анекдот про то, что у меня идеи не закончились, это вот про меня, церковь всегда, церковь это такое, больше стабильное, такое сообщество, спокойное, как я представляю, а я все время гнал куда-то, давайте вот этот проект начнем, а давайте туда поедем, а давайте в сей церковью соберемся и поедем в Петербург на конференцию, или там в Москву, и вот мы садились на автобус и куда-то ездили, и так далее, вот, но помимо и поездок было много социальных проектов, было много экспериментов, музыкальных, творческих, и так далее, и у меня был напарник, помощник, который ездил в разные места, и ты, ну, как классно, что вот, а я тут сижу на одном месте, хотя не сидел на одном месте, мне хотелось, ну, так уж случилось, я стал пастом, и, наверное, вот до смерти буду вот здесь, вот в этой общине, вот, но интересно, что в 2004 году я попал на стратегическую сессию, которую вели Сергей Градировский, Максим Шевченко, Переслегин Сергей, и там еще приезжали разные люди, профессор Неклеса, помню, мне очень сильно запал, потому что он бросил вызов, сказав, что каждые 500 лет церковь менялась, кардинально, ну, там, 400-500 лет, там, в IV-V веке она из той, ну, как бы, полуподпольной секты, там, катакомбной, превратилась в кафедральную, официальную, там, это вот IV век, Константин, там, IV-V век, все, она стала уже государственной, там, X-XI разделилась на восточную, западную, там, свои преобразования были, XV-XVI это реформация, и говорит, XX-XXI, что сейчас происходит, и для меня это задело, и думаю, а что со мной происходит, и что я делаю, ну, как бы, в церкви, какая моя позиция, то есть, запустились процессы, я стал ездить на разное обучение, это, кстати, у нас с тобой похоже, что поиск нового, постоянное развитие, то есть, ставка на развитие, ставка на, не на то, чтобы функционировать, а развиваться, двигаться, и, ну, запускать проект развития, для меня это ценность, и благодаря посещениям разных площадок, конференций, семинаров, произошли изменения у меня в мышлении, в моей голове, ну, такая смена масштаба произошла, как любил выражаться Сергей Николаевич Гордировский, вот, и я понял, что то, чем я занимаюсь, не приведет к тем плодам, результатам, то есть, это, я очень благодарен за этот период, когда я был пастором, и епископом, действующим, почему бы, это дало огромный опыт работы с людьми, это дало опыт каких-то потрясающих, ну, как бы, ситуаций, в которые бы, ну, нормальный человек не попал бы, вот, значит, но я понял, что если мы говорим о распространении, царства Божьего, о распространении влияния ценностей, вот, ну, тех настоящих, подлинных, то есть, не то, что нам иногда пытаются идеологизировать, что делай так, делай так, там, так ходи, так не ходи, там, это делать, нет, я говорю про подлинные ценности, честности, развития, ну, сострадания, милосердия, каких-то вот, вот таких вещей, да, о том, о чем Христос говорил, да, о том, что это должно прийти в этот мир, царство, оно должно распространиться, мы не просто должны замыкаться в своих секточках, в своих каких-то, ну, в маленьких общинах, а эти общины, и мы сами должны вынести это в свою реальность, в дом, на свою работу, в свой бизнес, в систему управления, в международные отношения, то есть, церковь не должна отсиживаться где-то там, ну, на задвор, или там оттуда выплывают расписные, что-то поделали, потом опять спрятались у себя там в каком-то клубе, и это, этот вызов для меня как раз вот помог мне сделать шаги, передачи церкви, передачи епархии, вот, не все было удачно, не все, я, например, ну, были мои управленческие там ошибки, и в процессе моего пастырства, ты спросил, и в процессе передачи, вот, потому что я, например, понял, что передавать нужно человеку, у которого уже был глубокий опыт неуспеха, иначе неуспех будет на том, на чем ты передал, вот, но сейчас церкви идут, люди поднялись, в других церквях там служители, предприниматели, какие-то лидеры, волонтерские какие-то, и социальных служений, кстати, социальные служения прекрасно продолжают двигаться, я так счастлив и рад, и всем привет передаю, но я задался себе вопросом, а я-то что, я-то куда дальше двигаюсь, и представляешь, интересно, мне, я начал заниматься с предпринимательским сообществом международным, и там мы стали проводить, проводить в России, в Украине, в Беларуси, ну, в то время там не было никаких проблем между странами, вот эти стратегические сессии, то, что меня зацепило, что люди должны собраться вместе, обсудить вместе, найти проблемы в своем городе, и вместе сделать какие-то проекты, которые будут решать эти проблемы, и мы стали ездить в нашей стране, за рубежом, ближайшим, и проводить такие мероприятия, и постепенно, как бы у меня пришло понимание, что нужно работать с руководством городов, ну, и вот эта мысль, она витала в моей голове, потом меня пригласили на программу работы с городами в Московскую школу управления, вот, и так я оказался в МШУ Сколково, вот, и там с 16-го года, да, меня благословили, мои друзья сказали, все, жить, давай, иди, пусть это будет твоей миссией, потому, почему, ну, с 19-ти лет парень стоял за кафедрой, проповедовал, рассказывал людям, там, какие-то, ну, библейские истины, то, как я жил, то, как я понимал, но у меня не было светской деятельности, а вот как раз в этот, вот, в период переосмысления, и ближе, там, такому критическому возрасту, я понял, нужно, нужно говорить только то, по-честному, то, что ты сам пережил, если я говорю людям, что ваша кафедра, будь ты, там, бизнесмен, сапожник, или, там, уборщица, это, вот, ваше, то место, где вы призваны, вы там служите людям, там служите Богу, об этом и писал Вебер там, в протестантской этике, и многие другие авторы, вот, и сейчас, вот, например, семинария в Марине, Михаил Дубровский, вот эту миссию в труде, миссию в бизнесе, бизнес как миссия развивает, я подумал, я не могу об этом говорить, если я этого не пережил, и, таким образом, я оказался в Московской школе управления, меня благословили, я стал работать с командами городов, и вот там с 16-го года я находился. Ну, давай об этом, мы тут не для красного словца, и так далее, сколько сейчас у тебя лиц, принимающих решения, мэров, заместителей, вот в телефонной книжке, просто сколько у тебя, после этого, вот у меня, допустим, ну, признаюсь честно, у меня телефон только одного мэра есть, несмотря на то, что я занимаюсь бизнесом, и так далее, это же не для этого, просто это как бы формат, то есть, ты был пастором в Череповсе, сейчас, ну, давай, вот это интересно, вот просто, я не знаю, ну, может, несколько десятков, но, это же тоже, это же тоже интересный вопрос, потому что, ну, как бы, насколько я тебя знаю, ты не скрываешь своей идентичности с Богом, ну, то есть, ты не скрываешь свою идентичность со Христом, и понятно, что, ну, это как бы тоже не такой формат, да, что как бы мы наседаем на людей, там, навязываем свои ценности и так далее, то есть, но если люди спрашивают, обращаются, у тебя нет проблем, мы вот были тут у нас, вчера сходили по компании, там, молились с какими-то сотрудниками, за сотрудников, у тебя было такое, что ты молился с кем-то, мы не называем имен ничего, с кем-то из, там, чиновников крупных, конечно, конечно, и при том, есть такой миф, что, ну, это и в нашей стране, и вот в тех странах, которые, ну, ближайших, вот в странах бывшего Советского Союза, что вот чиновники такие, воры, или там, все на них нужно молиться, они там святые люди, да нет такие, это же социальный срез, там есть и, ну, люди, дело, да, которые родяют за свое дело, и воры, там есть и лицедеи, лицемеры, которые, понимаешь, конъюнктурщики, есть честные люди, то есть, это, ну, как бы, понятно, что система, и, как бы, как бы сказать, ну, сама, как бы, устройство, которое есть в той или иной стране, оно диктует определенные правила игры, и такого типа люди идут, ну, как бы, на определенный уровень, но я еще раз говорю, что это социальное, ну, как бы, проявление того, что есть в обществе, то есть, ну, не больше, не меньше, и в этом смысле, там также есть люди, неверующие, которые вообще-то, ну, смеются над этим, есть люди, верующие, лицемерно, которые, религиозно, все, но он тут же расскажет, пошлятину какую-то, и, ну, как бы, ну, да, как ты мне недавно рассказывал пример, да, не будем опять же называть, да, что человек, там, снимает какую-то икону, там, да, целует ее, вешает, а сам он, к примеру, преступный авторитет, да, ну, или еще, как бы, какой-то формат, что, ну, ну, то есть, я, я всегда, знаешь, я всегда, ну, берегу свое сердце, чтобы там осуждать, осуждать и сказать, вот он такой или такой, но я понимаю, как, ну, когда, это же когда в поведении проявляется, вот, или в действиях проявляется, ну, тогда ты можешь сказать, слушай, ну, ты определись, ты либо крестик, либо все остальное, вопрос не в этом, вопрос в другом, вопрос в том, что есть люди, которые ищут Бога, есть люди, которые, и мы, вот когда в начале 90-х, для нас вообще было это что-то такое, я помню, разговариваю там, в мэрии своего города, Череповца, вот мы начинаем говорить о Боге, и там люди, просто из партийной номенклатуры, вот бывшие советские, для начала 90-х, это было вообще что-то невероятное, сейчас это уже, ну, стало по-другому, многие обратились в православие, кто-то номинально, кто-то реально, опять же, не нам судить, но для меня, честно говоря, сейчас уже вообще, у меня много друзей католиков, есть друзья православные, здесь в России, особенно вот из церкви Косьмы Дамиана, ну, ну, близкие для меня люди есть, некоторые уже в вечности, есть из разных, ну, мы с тобой из Ивангельской церкви, да, я никогда этого не скрывал, не выпячивал, но для меня идентичность христианина, вот это самое главное, то есть, и насколько у человека есть, ну, и он открыт к взаимодействию с Богом, и если я вижу какую-то ситуацию, где я могу, ну, поддержать человека, вдохновить, или сказать, что есть что-то больше, или просто помолиться за него, я использую эту возможность, я говорю, слушай, может помолимся, я никогда не забуду, таким серьезным уровнем чиновникам, я смотрю, как, это она была, она разговаривает, ну, с губернатором, да, и он просто ей говорит, какие-то, ну, у них серьезный такой разговор, и она расстроена, вот, и я говорю, вы знаете, ну, я просто вежливо спросил, я говорю, ну, вы верующий человек, ну, она говорит, да, я говорю, может быть, мы помолимся вместе за ситуацию, чтобы она разрешилась, потому что для чиновников, ну, как бы, управляться вашего уровня, очень важно решение, она была в смятении в таком, очень важно принимать решение в спокойствии, я говорю, давайте попросим Бога, мира в сердце, и мудрости, чтобы вам принять правильное решение, это как, ой, конечно, и мы так, это было, ну, до этого мы занимались какой-то деятельностью, проектной деятельностью, и так далее, по региону, по городу, и мы помолились вместе, я такой, спасибо большое, и таких ситуаций было немало, я не скажу, что это там много, и везде там, я пытаюсь, ну, что, ну, у меня есть, как бы, желание, чтобы люди пережили то, что переживаю, чтобы вот этот смысл трансцендентный открылся, чтобы, они ответили для себя на вопрос жизни и смерти, но я понимаю, что я не могу, я должен, ну, как бы, вот эта своевременность, это, ну, ну, не навязчивость, она, это очень важно, когда я смотрю на Христа, он никогда, он не бегал везде, я Иисус Христос, я люблю вас, но не было ж такого, он говорит, ребята, ну, не надо говорить, вы поняли, что мессия, да, не рассказывайте, пусть люди посмотрят сами, пусть определятся, вот, и я со временем к этому пришел, вот, но, вот, возвращаясь к этому примеру, я понимаю, что и для, ну, чиновников, или там, ну, в любых странах, управленцев, для предпринимателей, для простых людей, вот, возвращаясь к теме, вот этого мира, нестабильного, разрушающегося, все, все катится куда-то, там, я не знаю, все, ты подскальзываешься, он тревожный, он беспощадный, он ужасный, там, вот эти все аббревиатуры, они все хуже и хуже, вот, я понимаю, что человеку важно иметь эту опору, важно иметь это основание, и, если мы говорим, ну, у нас же там, бизнес по-честному, да, то есть, ну, не знаю, почему так много, ты спросил, я рассказал историю, но я понимаю, что мы должны создавать, ну, пространство, где человек может иметь возможность обрести вот эту опору и эту стабильность, не во внешнем, потому что люди почему ищут, вот, желание, яхта, домик, то-сё, вот успокоиться, ну, вот этого не будет уже никогда, но чтобы они внутри себя всегда понимали, кто они, куда они движутся, и на что они могут опереться. Да, вот супер, мы это сейчас обсудим тоже, давай чуть-чуть еще про Сколково, вот конкретно, конкретно, что ты делаешь Сколково, какой у тебя функционал, за что ты отвечаешь, и вот этот формат, потому что, почему я спрашиваю, да, у нас есть проект наставники, который мы делаем вместе, мы уже провели 10 потоков, но остаться с тобой, держи, 5, вот у тебя 50, юбилейный год, 10 наставников, 50 лет, и так далее. 10 наставнических потоков, да, 10 наставнических потоков, где у нас, мы посчитали, то есть, по-моему, 86 человек у нас прошло, вот совокупно, помимо других проектов, и это такой проект, который как раз, мы, знаешь, соединили, да, мои бизнес-навыки, и как бы, и твой вот масштаб мышления, практику, которые, многие инструменты, Сколково, вот расскажи, что вы делаете в Сколково, ну, то есть, да, потому что, я знаю тоже, да, ну, я об этом не могу не сказать, да, что там, это и проекты для крупных компаний, да, там, больших, и для, вот как раз, институтов, университетов, для, городов и управленческих команд, и это разные, вот да, ты сам говоришь, разные объекты управления, вот расскажи про это чуть-чуть. Ну, в двух словах, чем я занимаюсь? Я организатор проектной работы, модератор, тот человек, который организует коммуникацию в команде, для того, чтобы они вышли на проект развития своего объекта управления. Это управленческая команда, в которую может входить там, SEO-компании, топ-менеджеры, к примеру, да, либо там, глава города, команда главы города, глава департамента. Да, например, когда мы работали с моногородами, с 16-го года, да, там был, ну, во-первых, глава, какой-то из его помощников, представитель региона, представитель городообразующего предприятия, или той отрасли, да, моногород, это город, зависящий от одной отрасли, или какого-то предприятия. Вот, и кто-то из предпринимателей, то есть, это не просто была команда там, мэра, его там подчиненные, нет, это были разные люди, но те, которые могли взять ответственность за город, и стать командой развития города. Вот, в университете, я работал тоже с разными университетами, ну, в рамках, опять же, это не просто, я там где-то что-то собираю, нет, я в рамках большой машины деятельности, да, это программы, которые состоят из нескольких модулей, основной линией которой является проектная работа. Она разбита тоже на определенные сегменты, начиная с многофакторного анализа ситуации, выявления проблем, целеполагания, и уже такой работы с моделями, да, существующей и желаемой, и выработкой проектов развития, которые сдвинут или переведут этот объект управления на новый уровень. И вот моя задача, это ввести эту проектную работу в небольшой группе, вообще в потоке там где-то 50-80 человек, несколько таких групп, которые работают параллельно, есть большие пленары, где обсуждается совместно проект каждой из команд, и есть внутренняя работа, где эта команда работает над своим проектом. Ну, есть еще там дополнительные лекции, материалы, консультации и так далее, но основными является вот эта линия проектной работы. И вот как раз моя задача организовывать эту проектную, вести эту проектную работу, чтобы команда пришла к реальному проекту, и оргпроекту, и дорожной карте, что они будут делать с тем, что они спроектировали. спроектировали. К примеру, мы берем какого-то предпринимателя, у него есть уже некая команда, или мы берем компанию, которая хочет выйти на другой новый масштаб мышления. Ну, не только мышление, но и деятельность. Вот как раз мы про это говорим, и деятельность. Да, вот что, давай, вот расскажи, что для этого нужно. Ну, как я уже сказал, есть несколько шагов, которые им нужно пройти. И прежде всего, как у врача, нужно поставить правильный диагноз, для того, чтобы рецепт подходил к тому, чтобы решить эту проблему. Вообще, анализ ситуации является базисом. Часто люди описывают положение дел и не доходят до анализа ситуации, то есть причин этих симптомов, то есть они проблемы воспринимают только как симптомы, но есть причины этих симптомов, и есть последствия, то есть угрозы или непоправимый ущерб, который может прийти благодаря этим проблемам, которые кажутся сегодня только маленькими сорняками или там проблемными узлами. Они могут превратиться в метастазы для компаний. Тем более в сегодняшнем мире, который вот трясет весь. И когда пройден этап анализа ситуации и проблематизации, так называемые, то есть докапывание до сути проблем, тогда в соответствии с этим можно простроить целеполагание. Уже цели, которые коррелируются не только с проблемами, но и с амбициями, и с тем замахом, который есть у участников. И он должен, эти цели должны быть, с одной стороны, достаточно амбициозны, но и адекватны. И поэтому в анализе ситуации вы тоже проводите анализ не только проблем, но и ресурсов ваших заделов, сильных сторон и так далее. И дальше вы начинаете простраивать модель. В анализе ситуации вы тоже можете выявить ту модель, которая стоит за вашим объектом управления. То есть какие-то элементы, связи, какие базовые процессы, какие функции запускают эти процессы, какая оргструктура стоит за этим, на какой, так называемой, морфологии это разворачивается, то есть на каком материале человеческом, ну и так далее. Какие ресурсы, да? Да. Это все, вообще, хотел сейчас такой шаг сделать, выросло из ММК, Московского методологического кружка, методологического сообщества, где сейчас целая Россия и страны, сейчас методологи, даже целая профессия такая появилась. Ну да. И во многих, кстати, бизнес-курсах, мы не будем называть, рекламировать, но вполне популярных, есть как раз там методология. То есть я правильно понимаю, это выросло оттуда? Да, это система мыследеятельственный подход, и его автором являлись несколько человек, один из них Георгий Петрович Дровицкий, там Бомбардашвили, то есть есть люди, которые стояли у истоков этого в середине 20 века. Потом это вылилось уже в такое, в более оформленное, ну, я сейчас не буду туда погружаться, иначе у нас там займет несколько часов, ну, просто метод мышления. Что такое метод? Ну, то есть вот, давай, мы сейчас запутываем, скажут, ребята, смотрят, сейчас кто-то нас, да, скажут, ну, е-мое, что-то они там какие-то морфологии, по-простому, вот, то есть, вот у меня выручка в компании, там, 30 миллионов, да, вот 30 миллионов, 27 миллионов, 30 миллионов, да, вот в год, да, вот год идет, два-три, я вот принимаю, предприниматель, у меня вроде какая-то команда есть, я сижу, ну, вот, я вот это попробовал сделать, какие-то внедрил инструменты, какое-то прошел обучение, еще что-то, вот, ну, вот не растет, не могу выйти, вот, вот что мне делать, и какой метод мне нужен. Смотри, просто есть несколько уровней, ты всегда называешь там деньги аплодисментами, да, ну, и многие другие, но представь себе театр, вот там аплодисменты, аплодисменты это результат, это в конце, в конце деятельности, действия, да, действия, но есть действия само, а за действием есть репетиции, подготовка, а за репетициями стоит какая-то школа и подготовка, а за школой как подготовкой стоит школа, типа, Станиславского, или там, не знаю, не мировича дамичника, ну, там что-то перекликается, и вот как раз речь, когда идет о подходе, речь, когда идет о мышлении, как раз это возвращение к истокам, о том, как я мыслю и как я собираю инструменты своего мышления, как я не просто действую, а и рефлексивно отношусь к своему действию, как я пересобираю себя и эти средства, которыми я мыслю, для того, чтобы потом управлять этим действием, вот о чем речь. То есть, смотри, подожди, подожди, то есть, начинается все с меня, то есть, я вот, ну, как бы, управляю объектом управления, ну, как правило, это один собственник или два собственника, партнеры, тоже, кстати, хороший вопрос, потому что нельзя расти одному кому-то, а другому не расти, это сразу, ну, будет тормозить компанию, то есть, как я для себя понимаю, что перемены, то есть, масштаб компании начинается с масштаба меня, в первую очередь. Ну, конечно, с тебя, как управленца, с твоей позиции, то есть, не просто мы сейчас, если говорим о подходе, вот о системе исследовательства, то речь идет о взгляде на мир, как на деятельность. Для меня это рабочая антология или рабочая картина мира, то есть, ты одеваешь определенную оптику, определенные очки и смотришь, что стол, он сделан кем-то и используется кем-то сейчас. Одежда, телефоны, камеры, которые на нас смотрят, да, то есть, это проявление деятельности, да, и когда ты смотришь на компанию, как на деятельность, и на себя, как функцию в этой деятельности, тогда можно сказать, что все начинается с тебя. То есть, вопрос не в психологизмах, не в разборках с твоим, ну, с этим тоже нужно разбираться, там, в наших головах, в тараканах и так далее. Ну, вопрос в схемах. Перепрошивка. Да, перепрошивка именно твоего управленческого мышления. И для этого есть определенные методы. А для этого есть определенный метод. Метод – это путь, размеченный путь, вообще-то на греческом, метод. Метод, путь. Да, то есть, это путь, размеченный уже кем-то. И вот здесь интересно, что, ну, философы говорили, да, Хайдеггер, по-моему, что кто размечал, тот и мыслил. То есть, когда мы пользуемся инструментами уже готовыми, да, но мы уже не совсем мыслим, да, мы просто используем. И вот как раз метод, вот этот метод и этот подход позволяет тебе, как использовать чужие инструменты, да, идти по размеченному пути. Я помню, как, я думал, как я заберусь на эту гору? А ее уже прошли. Это называется Виа Феррата, да, когда ты ползешь и прикрепляешься к уже сделанным, сделанным там железным таким всяким скобам и тросам. Но также ты можешь пересобирать свои компетенции, свои средства мышления, свои инструменты. Почему? Потому что в том разнообразии мы опять возвращаемся к этому миру, который бушует, турбулентный такой-сякой, но иногда ты не знаешь, как вот именно в твоем контексте, в твоей ситуации, в твоей компании, ведь за этими там 27 миллионами или там 300 миллионами стоит огромный пласт конкретных схем работы, моделей, людей, которые за этим стоят, управленческих механизмов, контекста вашего города, в котором вы живете. И это все нужно учитывать, потому что выписывая рецепт, как извини, иногда бывает, делай раз, делай два, делай три, и все там тысячи человек, заплативших за какой-нибудь инфокурс, делайте один, два, три, и у 99% не получается, почему? Потому что у них другие ситуации, у них не работает это один, два, три, но у кого-то получается, и потом вот этих, у которых получилось, это эффект выживших, их ставят на флаг, вот у них все получилось. На самом деле все гораздо сложнее. Поэтому метод подразумевает, что у тебя есть деятельность, и ты выходишь из этой деятельности через рефлексию ее, но не только самим с собой, а из разных позиций вы смотрите на свою деятельность, обсуждаете ее, коммуницируете, и рефлексируя то, что где вы нашли противоречия, где эти столкновения, где этот затык и остановка, сейчас или в ближайшем будущем, вы выходите в слой мышления, и рождаются новые инструменты, новые представления, новые понятия, новые модели, которые вы пересобираете в вашей коммуникации и воплощаете уже в вашей деятельности. Ну да, все, смотри, и как раз, да, вот сейчас мы можем и про это поговорить, что я думаю, есть такие два, ну два момента, да, вот мы про обучение сказали с тобой, что люди, они очень сильно разочаровываются, у нас есть бизнес-клубы, да, которые мы проводим, это христианские бизнес-клубы, и вот на последнем из них парень, то есть классный, заряженный вроде парень, у него там четверо детей, да, он сидит такой и говорит, говорит, слушайте, вот можно, говорит, я вот открою, как есть на самом деле, по-честному, ну знаешь, такое, как мы любим, и он, ну таки, да, конечно, давай, ну у нас для этого есть, да, вот мы собираемся на бизнес-клубе, там и прочее, и он говорит, он говорит, вот я, говорит, там и обучение покупал, и там вот это, вот я вот делаю, 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 а у меня совершенно другой результат, у меня от этого, мне, говорит, еще хуже, вот про то, что ты говоришь, там раз, два, три, я говорю, тебе что обещали, ну как бы, да, вот на это, мне обещали, что я вот сейчас там, ворова-ворова, да, как бы, и у меня там появятся деньги, я стану миллионером, вот, это вот первое, да, люди, второе, я думаю, что сейчас многие люди, вот знаешь, как раньше, помнишь, по-моему, Билл Гейтс, да, он говорил, что если твоей компании не будет в интернете, да, то через пять лет вообще твоей компании не будет, и я помню, да, я сам открывал в 2010 году бизнес, я был вообще первой там у нас у меня были чистки подушек, да, которая вообще в интернете появилась, то мы были первой компанией, которая в Тюмени, да, в Тюмени, не в мире, да, в Тюмени, в Тюменской области, ну да, то есть мы просто, как бы, я там зашел, я узнал, что есть там директ, да, никого не было, и у меня там бизнес в 10 раз вырос, ну, просто за счет того, что это вот были как раз правильные действия сделаны, и многие люди сейчас считают, вот как раз про вот этот мир, да, давай поговорим, там, Вуду, Вуку, Шива, как его, как его, как его только не называют, да, кто-то и в Вуду мире живет, да, вот, не дай бог, конечно, вот, как вот в этом мире сейчас, да, люди, во-первых, не понимают, то есть они до сих пор живут в прошлом каком-то, кто-то просто в шоке, ну, то есть он вообще не понимает, как бы, что ему делать, вот давай вот это обсудим, во-первых, где мы сейчас живем, ну, мы еще на 3 часа, конечно, но вот если кто, и что делать предпринимателю, что делать лидеру? Ну, смотри, во-первых, с аббревиатурами, я думаю, что наши уважаемые зрители могут сами посмотреть в интернете, их разобрать, да, и суть этих аббревиатур состоит в том, что до вот это 80-х, 90-х, вот это вот начало турбулентности, мир как бы был более-менее стабильный, вот были там две, два полюса, которые друг друга считали империями зла, да, были там неопределившиеся, и вот, но более-менее люди представляли свою жизненную траекторию, свой путь, будь то это в Америке, в Союзе, там, может, в других странах, вот, и вот начался этот, первая аббревиатура ввели в ВУКО-МИР, да, то есть он там неопределенный, изменчивый, там, и так далее, и так далее, вот, значит, и, и потом наступила пандемия, да, и в этом, в этой неопределенности, в этой изменчивости, вот, в этой сложности, ну, в принципе, ну, предпринимателям можно было двигаться, то есть, ну, кто-то хотел, да, я хочу вот стабильно вложить, стабильно получить, не, не, все не очень, ну, не определено, сложно, и эта сложность начинала нарастать, и люди, как бы, что ж такое происходит, но те, кто, проб, как бы, действовал, пробуя что-то, пересобираясь, там, двигаясь дальше, да, они не просто выжили, они смогли заработать, я узнал, что в мире, там, не знаю, ну, это не только в нашей стране, да, миллионеров, по-моему, 60 или 70 миллионов, вот, появились здесь, капиталисты, миллионеры, там, так далее, предприниматели, вот, кто-то разорялся, и так далее, и вот наступила пандемия, и ввели новую аббревиатуру, бани, мир, то есть, усугубив эти же качества, ну, там, если он был какой-нибудь, там, неопределенный, он стал тревожный, да, если он был, там, сложный, он стал нелинейный, ты, ты, ты не можешь, ты уже движешься, настолько степени неопределенности, тебе нужно принимать решения, если ты раньше, там, какие-то вводы имел, сейчас ты, там, должен вообще, чуть ли не на интуиции двигаться, вот, ты не можешь предсказать это, ты можешь, в этом смысле, кстати, очень хороши книги Насима Талеба, которые это описывают, просто он попал в такую, ну, как бы, в точку, да, в своих книгах, антихрупкость, черный лебедь, там, рискуя собственной шкурой, кстати, благодаря этой книге, ну, отчасти, я понял, чем заниматься в следующие 15 лет, нужно, как бы, что тебя на самом деле касается, так вот, и, в этом бане мире, вот, в пандемии, открываются новые, вот эти, вот, ну, как бы, истории, как ситуация сейчас, которая, ну, в принципе, предсказана, как я уже говорил, в 24 главе Матфея, когда Христа спросили, ну, когда же уже конец, кончина века, он говорит, будут глады, моры, будут войны, восстанет народ на народ, брат на брат, и царство на царство, но это еще не конец, это только начало, начало родовых мук, ну, в иудейской, ну, традиции, в мессианской традиции, начало родовых мук, царства Божьего, вот так рождается царство, да, и, он говорит, но когда будет проповеданная Евангелие, тогда придет конец, то есть, он, в принципе, говорил, Христос говорил об этом 2000 лет назад, это периодически возникало, и эти кризисы, и фазовые кризисы человечества, и какие-то переходные периоды, они возникали вообще, и мы сейчас живем в один из таких периодов, притом, разные футурологи, аналитики, в том числе из того сообщества, о котором я говорил, по-разному это интерпретируют, но суть сводится, ну, практически к одному и тому же, что сейчас происходит этот переход, кто-то называет это, ну, переход к следующей промышленной революции, кто-то говорит о новом укладе, кто-то говорит, что это вообще фазовый переход, то есть, вообще принципиально все меняется, пересобирается, и возможен откат в средние века, то есть, не просто переход в новую фазу, ну, все, перезарядили ружье, и все сначала, нет, что может быть вообще откат, как вот, ну, Азик Азимов, если кто-то читал, роман «Основание» или «Академия», он говорит, что империя начала там разрушаться, и, возможно, откат там огромный. Мы с тобой уже с бородами, нам можно легче будет возвращаться в пещерную революцию. Да-да-да. Вот. Ну, фактически, после развала Римской империи так и произошло, да, то есть, там были темные века, хотя у Римской империи были вообще наработки, технологии, там, не знаю, водопровод сработан еще рабами Рима, да, Нила, хотел сказать, и в Нанииле, там, везде были очень много технологий, которые могли бы перевести в другую фазу человечества уже тогда, но откат произошел капитальный, и чума, и болезнь, и все, что угодно, там, развал Европы. Вот. И сейчас тоже такая развилка есть, то есть, это вот эта вот точка бифуркации, это вот это состояние неопределенности, а сейчас, вот сейчас Банни Мир ввели во время пандемии, а сейчас вообще ввели Шиво, ты мне и сказал, ты такой, Шиво, я думал, еще вот эти многорукие какие-то истории, там, уже ужасный, уже вообще какой-то страшный, ну, там, и так далее, то есть, все усугубляется, вот. И мы задаем вопрос, как вообще действовать в такой ситуации, и мне кажется, ну, для себя я, например, так сформулировал, что, я еще с одним своим хорошим знакомым, предпринимателем, мы рассуждали, а как вообще действовать в такой, в такой степени неопределенности, ужасности, и я понял, что для меня важно удерживать вот этот верхний уровень ценностей, то есть, моей антологии, моего взгляда на мир. Кем бы он ни был. Ну, да, то есть, я должен быть честным с самим собой в базовых вещах, вот, и отсюда уже разворачиваются остальные, то есть, из этих базовых ценностей, вещей разворачиваются мои понятия, представления, какие-то, ну, какие-то вещи, из которых строятся мои модели, какие-то схемы, да, откуда, да, и дальше я могу выбирать какую-то стратегию, на что-то делать ставку, но, знаете, когда говорят там, пошаговая стратегия, ну, это, это бред, тем более сейчас, давайте разработаем пошаговую стратегию на 7 лет вперед, или там, на 3 года вперед, ну, это бессмысленно, что такое пошаговая стратегия, это ставка, на что ты делаешь ставку, и потом у тебя уже разворачиваются твои программы, проекты, твоя деятельность, в которой ты должен быть готовым пересобраться, вообще, диверсифицировать, свои там активы какие-то, пересобрать проект или модель, исходя из того контекста, в котором ты, но удерживая ту верхнюю планку тех ценностей, то есть самое главное удерживать это, и быть очень таким мобильным и гибким, или как называют на 7 лет, антихрупким, то есть адаптивным, ну, больше чем адаптивным, там он много в это понятия вводит, на этом уровне деятельности, и вот мне кажется, что эта способность, удерживать свою миссию, по-разному люди называют, ради чего большего, свои, ну, антологические установки, и быть очень мобильным, очень четким, и способность пересобираться, ну, и так далее, вот мы говорили с тобой о способности, к стрессоустойчивости, способности пересобраться, и мне кажется, еще очень важная история, это вот те отношения, которые у нас есть, та эмпатия, та поддержка, то сообщество, и та среда, в которой мы находимся, потому что одному не выйдешь жить точно. Слушай, вот это интересно тоже, мы, я тебе это не говорил, есть же еще, вот другие книги, не Насим Талеб, да, сейчас тоже популярны, это Юваль, Наваль, по-моему, это, вот, историческое, про то, что прошлое было, мы потом, прямо вот здесь, вот, я просто забыл название, да, автора, мы здесь вот, напишем его, прям, в подкасте, и там есть про то, каким будет, ну, Харари? Да, Харари, да, Харари, вот, там, 21 вызов, у него есть книга такая, на будущее, вот, и там про искусственный интеллект, там про, тоже прям рекомендую, там про, как раз все вот эти миры, да, там про раздрай, вот этот геополитический, который происходит, и в конце он, ну, они же все равно, да, люди там, как бы, они не позиционируют себя, как христиане, или как верующие люди, это больше вот как, ну, вот такой философский взгляд, да, и знаешь, что он пишет в конце, что когда будет искусственный интеллект, когда даже вдруг произойдет такое, да, что тоже вот наши с тобой там общие друзья Переслегины, да, они занимаются сейчас, их вызов это искусственный интеллект, они начали с ним, как бы там, пытаться, как бы, как-то контактировать или бороться, вот, он говорит, что в конце, единственное, он говорит, это сострадание и милосердие, представляешь, книга заканчивается, когда я, когда я не читал, а слушал, да, я слушал книгу, думаю, знаешь, вот как в писании написано, да, ничего не будет, и будет в конце любовь, да, знаешь, очень удивительно, от Харарии это слышать, потому что, насколько я знаю, этот человек позиционирует себя, как неверующий, который может просто, этим заканчивается книга, представляешь, интересно, интересно, я не считал, но на самом деле, вот эти базовые вещи, они помогали человечеству выжить, помогали человеку выжить, то, с моей позиции, с моей картины мира, то, что Бог сутиво вложил в человека, как свой образ и подобие, и то, что раскрылось во Христе, то есть, это не просто традиции, ритуалы, даже там уважаемых конфессий, или менее уважаемых в нашей стране, вот каких-то там протестантов, как мы с тобой, вопрос не в этом, вопрос в сути христианства, и в сути христологии, когда божественное и человеческое соединяется, когда небесное и земное, духовное и материальное, выражается в конкретных действиях от сердца, из любви, из желания, ну, помочь искреннего, бескорыстного, неутилитарного желания творить, раскрывать других, их потенциал, и взаимодействовать вместе, для того, чтобы этот разваливающийся мир, эту задачу, это огромное лего, которое сыпется сейчас, вместе собирать, мне кажется, в этом и есть предназначение человека, который послан сюда, в этот мир, раскрывая свое предназначение, пересобирать его, сшивать, как тот старый еврей из анекдота, когда он сшивал там этот пиджак, и говорил, что вот я так сшиваю свой, сшиваю мир, который создан Творцом. Супер. Как раз, ну я думаю, мы, наверное, вот в итоге, да, сейчас проговорим еще одну тему, и потом такой блиц у меня есть к тебе еще. Хорошо, хорошо. Вот. Мы сейчас начинаем такое большое, ну как бы, мы давно его начали, но сейчас, вот, 2024 год, да, это, это и онлайн служение для предпринимателей, блогеров, и лидеров, да, и здесь, кстати, в этом видео прям будет уже ссылка на твою там лекцию, проповедь, да, вот люди здесь могут посмотреть, как бы, да, то есть вот то послание, которое ты хочешь передать. То есть мы будем делать онлайн служение, то есть можно будет по субботам смотреть его в прямом эфире. Да, это будет про юбилейный год, про то, как правильно отдыхать целый год, вот, как проанализировать, и зачем, например, проанализировать там 50, последние 50, ну или 20, у кого сколько? Или 30 лет. За лет своей жизни, да, и насколько в Писании раскрывается эта тема субботства, отдыха, шабата и его важности. Да, супер. И сейчас, то есть, да, у нас есть три цели. Первая, то есть это, ну она, такая вечная цель, да, это проповедь Евангелия, донесение христианских ценностей, честности, и вот про то, что мы говорили, вот этой антологии как раз, да, верхняя важность. И знаешь, и самого присутствия, вот самого вот этого переживания реальности Бога, потому что, когда я всегда слышу, когда донести христианские ценности, ценности можно донести, а если в этом силы не будет, вот, потому что Павел сказал, ну да, проповедь, просто не в слове, оно в силе, оно в реальности, вот в этом переживании, это реальности. Ага. Я потому что вижу, что на это есть большой запрос, сейчас большое количество предпринимателей, кто-то идет к колдунам, кто-то идет к эзотерикам, кто-то идет вообще непонятно куда. Кстати, недавно астрологию официально не признали наукой, потому что многие говорят, что астрология – это наука. Недавно научный мир, не знаю, слышал ты или нет, научный мир астрологию отверг. Здесь нужно быть очень аккуратным с понятием научный мир, потому что это тоже… Они все отвергают. Это не в том, что я за астрологией. Я в этом не верю, я не пользуюсь. Я думаю, что ответ один из такой, что будь он там хоть Шива, хоть Вуку, хоть Вуду, как я шучу, мир, как раз есть большой запрос на духовность предпринимателей. Это как раз одна из целей – это показать, как мы живем. Потому что я являюсь действующим предпринимателем, у меня большая компания, ты знаешь, и у нас 200 с лишним филиалов, и мы за рубежом уже начинаем работать, несколько тысяч сотрудников и прочее. То есть вот я реально действующий предпринимателем, мне очень помогают вот эти ценности, вера, ну и как раз присутствие тот самый живой бог, про которого ты сказал. И второе, то есть это второй ответ – это построение бизнес-сообщества, где не просто это основано на деньгах, потому что как раз многие ребята, которые разочарованы сейчас, они ожидали от бизнеса только деньги. и некоторые из них получили деньги и разочаровались, а некоторые не получили деньги и разочаровались. Это второе, то есть мы будем строить это сообщество. И третье – это цель, про которую мы говорили вначале, это миллион миллионеров, жертвенных, филантропов, которые служат Богу, людям, и меняют, осоляют это общество, преобразуют его. Вот, и мы будем делать бизнес-клубы, то есть в разных городах, я думаю, в разных странах. И еще, да, вот тоже хочу, чтобы ты этим поделился, давай про диаспоры чуть-чуть поговорим. И вот в контексте и бизнес-сообщества, и диаспоров, как это важно и как это все будет сшиваться. Ну, во-первых, важно сказать, что, я уже говорил об этом, что это очень амбициозная цель, миллион миллионеров, филантропов. То, что касается диаспоры, это, конечно, очень такой болезненный вопрос для России. Да, я, еще раз, моя идентичность, прежде всего, это христианин, человек Божий. Вот, и в этом смысле я человек мира. Да, я служу там, где я нахожусь. Я вот это долгое время провел, и еще буду проводить в Армении, да, и там начались какие-то проекты. Благодарен Богу за эту прекрасную, удивительную страну, где я смог замедлиться и остановиться перед ним. Вот. Есть другие разные страны, и я вижу, как иногда вот эта национальная идентичность у христиан, она превалирует, она доминирует над идентичностью именно их людей, как верующих людей, как христиан. Но у меня это не так. Но, тем не менее, я служу там, где я нахожусь, куда я приезжаю, и кого я вижу, он становится моим ближним. Вот. Ну, понятно, что есть близкий круг, совсем близкий круг моих близких, родных и друзей. Теперь, это, ну, моя позиция. И в этом смысле я вижу, с одной стороны, угрозу, с другой возможности. Это вызов реальный. Диаспоральность, диаспора, да, она сегодня насчитывает, по разным оценкам, до 20 миллионов. Я имею в целом, ну, как бы, русскоязычная диаспора. Ну, там кто-то по-разному, там, 10-15, 20 миллионов. То есть, достаточно большая-большая история, да. Этой диаспоры, было несколько волн ее, да. Это вообще, в общем, целом в мире, да? Да. Я имею в виду сейчас диаспора, которая была, там, из Российской империи. Я вот приехал, и представляете, там, Малакане, там, эти бородатые, голубоглазые мужики, эти женщины русские, которые говорят на армянском языке. Ну, они на русском тоже говорят, но их дети уже, там, с армянским акцентом, было вообще прикол, когда приехали ребята-армяне из Петербурга, и играли в футбол с Малаканами, там, в Армении, и армяне говорят на русском языке, на чистом русском с акцентом, с питерским акцентом, вот, играя в футбол. А эти русские Малакане, ну, это вот протестанты, еще там, 200 лет назад, высланные из империи, вот, как всегда в нашей стране, значит, они говорят между собой на армянском языке, и если переходят на русский, то с акцентом, это очень спешно, конечно, звучит. Вот, теперь, то, что касается диаспоры, она достаточно большая. Сейчас, по разным оценкам, выехало несколько сот тысяч, до миллиона человек. В основном, это предприниматели, хипстеры, убежавшие от мобилизации, те, кто против режима, те, кто как-то себя позиционирует по-другому, разные мотивы, но очень много думающих, предприимчивых, имеющих деньги людей. Вот. И, как я вижу, сейчас очередная, ну, как бы, возможность и попытка, то есть для России, это, конечно, отток большой, человеческого капитала, если смотреть еще из предпринимательской позиции, то есть очень много уехало, да. С другой стороны, открылись какие-то ниши от уехавших компаний, то есть там, ну, мы сейчас не будем этого касаться. Ты спросил про диаспору. И в диаспоре начинаются различные такие, люди начинают собираться, как-то помогать друг другу взаимодействовать. Вот. Кто-то нашел, у кого онлайн работа, у кого IT, кто-то начинает проекты в этих странах, куда они переехали, в Армении, в Узбекистане, в Грузии, там, в других странах, ну, или там, в Европе, или, я знаю, в Таиланде, там, в Азию уехали. И интересно, что сейчас эта сеть, за счет вот возможности коммуникации, то, что невозможно было там сто лет назад, когда были вот эти волны эмиграции, белые эмиграции, философские пароходы, вот, то есть там же было, еще раз, несколько волн, вот. И русская, русскоязычная, или там, российская диаспора, ну, как таковая, она не сформировалась, как, например, армянская, или еврейская диаспора, или там другие, там, турецкие, или там, тиргизские, которые помогают друг другу, которые взаимодействуют. Мы с тобой говорили, что часто русские объединяются в мафию, только помнишь? Ну да, то есть, идиница организации, русская мафия, улица Брайтон-Бич. Ну, Брайтон-Бич, извини, это не мафия, ну, есть же такая ассоциация, понимаешь, в голове. Да, то есть, ну да, как-то так вот, единственное, по какому принципу, ну, еще вокруг религиозных каких-то, ну, и то, и там, это достаточно слабо. Но сейчас, благодаря технологиям, новым, да, люди объединяются в разные чаты, сообщества и так далее. И эта сеть, то есть, мы с тобой, понятно, смотрим, я смотрю на этот рассыпающийся мир, и в своих проектах, своей деятельности, я свою задачу несу распространение Евангелия, преодоление этих барьеров, этих разрушений, того безумия, которое творится сейчас, да, между нашими странами, в мире, той ненависти, которая сейчас культивируется со всех сторон. Мы, наша задача, как христиан, преодолевать это и через свои проекты, через свою деятельность, через свою позицию сшивать, нести, нести, ну, вот эту атмосферу и присутствие Божьего Царства, и тех, служить тем людям, кого мы видим, с той и с другой стороны. Для меня образцом является, конечно, фильм по соображениям совести. Это, ну, потрясающий фильм, я всем рекомендую посмотреть, если не смотрели. Я смотрю и вижу этот пример позиции служения. Ну, сейчас возвращаясь, диаспоре, да, то есть, мы смотрим, если с предпринимательской позиции, да, то с одной стороны есть вот эти вот разрушения, есть угрозы, нестабильность, с другой стороны открывается масса возможностей, да, и эти возможности могут быть реализованы, если будут построены вот эти связи. Потому что я вижу, что, например, возникает ряд вопросов и в отношении инвестирования. То есть, денег не хватает, люди выехали, они готовы каким-то проектом заниматься. У кого-то есть там сбережения, он не знает, куда вложить или как их там развернуть. Возникают вопросы cross-culture, да, то есть, они, ты попадаешь в другую культуру и ты не понимаешь, почему люди, с которыми ты назначил время, не приходят ко времени. То есть, ну, как бы, в моей профессиональной деятельности, ну, как бы, в той корпоративной этике, где я, как бы, вот эти последние годы, ну, это не то, что дурной тон, это невозможно просто опоздать. на секунду, на минуту. Ну, там, где я находился, так спокойно, ну, может быть, это мне и нужно было для остановки. И там возникает ряд вопросов, а как строить бизнес в этом? А какие конкурентные преимущества у той или иной группы? Да, потому что, если ты можешь делать вовремя, да, дороже, там, те же Монакани, их ценник в полтора, там, ну, или на сколько-то процентов дороже. Но они точно сделают в срок, они точно сделают качественно, но они возьмут дорого. И у них качественные продукты сельскохозяйственные. Вот. Но, еще раз, я не хочу какую-то там, ну, какой-то народ или какую-то культуру. Нет, она вот так живет. То есть, ты приедешь в Африку, там вообще по-другому время течет. А в цыганском таборе, там люди даже путали дни. Я приезжал, когда на служение, они меня спрашивали, а какой день сегодня? Я говорю, ребята, в воскресенье. А, точно. Служение. Да, да, да. Это тебе не пришли на встречу, это просто забыли про день. Вот. То есть, тут важно понять, с кем ты строишь бизнес, в каком контексте, в какой культуре. И еще ряд возникает вопрос, например, там, логистики, вопросов доверия, потому что вот этот момент доверия и связей, он позволил, например, старообрядцам выстроить совершенно иную структуру взаимодействия, благодаря чему огромный процент экономики Российской империи был в руках старообрядцев, гонимого меньшинства. Те люди, которые остались на своих религиозных принципах, мы уважительно относимся, да, как люди верят, да, но тогда они были изгоями, но тем не менее, их купцы, вот это слово купеческое, вот это огромные проекты, как у Демидовых, да, или там еще, там, разные купцы, да, которые могли на основании своих отношений, ценностей, доверия и просто честности строить такие, делать такие, ну, сегодняшним словом, проекты, которые не могли делать другие люди, потому что он сказал, он сделал, он расшибется, он сделает, он потерпит ущерб, но он сделает до конца, благодаря этому это окупалось, или, как, например, в Америке община брала ответственность за человека, если он начинал бизнес, если он провалился, они платили за него, то есть, поэтому знали, что да, протестантская этика, это про это, почитайте выбор, так вот, если мы сегодня, вот этот фактор доверия, не просто, ты можешь подписать любые договоры, ты можешь там кучу денег потратить на юристов, ты можешь кучу времени потратить на выяснение того, как он поведет себя, ты не можешь предсказать, какие-то, о, форс-мажор пришел, там, угодно может произойти, но если у тебя есть вот такие связи, такие люди, такие отношения, то тогда ты сможешь строить долговременный бизнес, удерживать вот эту верхнюю уровень, о котором мы говорили, и разворачивать деятельность в зависимости от того контекста, который, ну, тебя бьет по голове. Супер. Ну что ж, давай короткий блиц. Ну, давайте еще и блиц. Короткий в конце, вот у нас очень содержательный сегодня получился эфир, встречи. Первое, ну давай, такой тебе задам вопрос, наверное, даже будет не блиц, это больше будут такие личностные вопросы, да, давай старайся отвечать на минуту. Три главных фактора, которые помогли вам вот не сломаться и пройти, когда у вас было с ребенком, ну, с ребенком вот это произошло. но здесь еще важно добавить, что что произошло, например, один из моментов, что каждую ночь у него был тяжелый приступ, практически эпилептический, где его трясло, где он терял сознание, он плакал, писался, то есть это происходило каждую ночь в течение многих лет. это серьезный вызов был нам в отношении здоровья и вот три фактора ты спрашиваешь, да, ну и он не взаимодействовал, ребенок, который не говорит с тобой, не смотрит тебе в глаза, не отвлекается на свое имя, то есть это просто, ну, это был огромнейший вызов. Итак, первое, это наша вера и доверие Богу, вера как доверие и уверенность и как осуществление ожидаемого, то есть мы доверяли Богу и молились за ребенка. Второе, это осознание той любви, наверное, вот это базис, что Бог усыновил нас такими, как у Има и есть, да, и я понимаю, что я, будучи там служителем, там, масштабным в проектах, у меня столько косяков, столько ошибок по жизни было, каких-то, казалось бы, непоправимых, ужасных вещей, которые я совершал, падал, людей травмировал и так далее. Вот. И Бог прощал меня, восстанавливал и давал еще шансы. И это, это мой путь, я думаю, что если мы говорим по-честному, это путь любого человека. И я понимаю, что какие бы у меня не были искажения, девиации там и так далее, благодаря Божьей любви это происходит, это исцеление, восстановление. И эта любовь к ребенку, она проецировалась и мы просто вот всей семьей, я, супруга, девчонки, наши дочери, просто вот эта любовь, которая его, и собака. Собака, которая, она уже умерла, вот, можно сказать, стала членом нашей семьи, жена ее выбрала, когда в помете щитков, оттая укусила за нос, она говорит, ну-ка покажите ее документы, открыли, Евгения Вива, и мы поняли, это наши. Вот, и благодаря взаимодействию с живым вот этим существом, ретривером, который вот так вот смотрит тебе в глаза, и в отличие от кошек, которые считают, что они боги, а люди им служат, у нас сейчас кошка, вот она считает, что ей все должны, собака, она считает, что мы боги, вот, и она вот, взаимодействие с ребенком, он вышел на взаимодействие с другим. Супер. Вы проходили серьезный кризис, ну, и в отношениях с женой. Что могло вам пройти этот кризис, как вы его прошли? Ты знаешь, вот, конечно, мы прошли его во многом благодаря моей жене, и ее просто вот осознанию, знаешь, вот я бы так сказал, верность, основанная на любви, то есть, верность, основанная не на обещаниях, не на долге, не на что, а на любви, на том переживании общности и понимании того, что мы на самом деле предназначены, созданы друг для друга, то, что мы пережили в самом начале, и то, что мы культивировали и проходило через годы, вот уже почти 30 лет, у нас сейчас будет 27 лет, вот эта общность и эта, ну, общность во Христе, то есть, мы ее пережили во Христе, и когда мы теряли это, происходили эти кризисы, когда мы вновь возвращались в присутствие Божие, и именно в этом присутствии мы становились теми, кто мы есть на самом деле, и мы продолжали видеть друг другу эту любовь, красоту и принятие. Мы стареем. Ну, мы с тобой точно. И что ты делаешь для того, чтобы не стареть? Стареть мы начали, как только родились, ну, если физиологически брать, то там после 20 с лишним лет. Я не боюсь постареть, у меня цель вообще стать старцем, вот. Но глядя на своих родителей, которым 86 лет, и у которых абсолютно разные стратегии поведения и жизни, папа системный, обливается, банясь, зарядка, то-то-то-то-то-то-то, режим дня, после шести не ел, всю жизнь. Мама, когда хотела, ела, чего не хотела, не ела, там, спала, когда это самое, ну, делала дела, конечно, все. Я понимаю, что мы все равно постареем. Есть вопрос, в каком состоянии, да? Ну, примерно нормально. Я занимаюсь спортом, я занимаюсь спортом, я сменил виды спорта, то есть с игровых таких, травмирующих там футбол, все остальное, на плавание, там, такие хождения, и фридайвинг, где нужно не напрягаться, а расслабляться для того, чтобы достичь результата. Естественно, как все мы, пытаюсь правильно питаться, ну, едим, но иногда так что-то подъедаем, вот. И я считаю, что очень важно, ну, там, высыпаться, все это физиологически, но самый главный момент, это, я сейчас еще одно скажу, я всегда чувствовал себя на 35, с детства, и сейчас чувствую себя на 35, но только в 35 я чувствовал себя как-то не дискомфортно, мне 35, я чувствую себя на 35, вот, у меня там свои кризисы были. Важно иметь цель, соответствующую своему предназначению, и тогда ты будешь вечно молодым. Последний вопрос, у тебя машина времени, у тебя есть вот ровно минута, чтобы вернуться, не знаю, тот период, может быть, жизни твоей, какой-то самый важный или переломный, может быть, это молодость, может быть, когда ты вот с пастора переключался там на какой-то такой уже, да, большой другой проект, вот куда бы ты вернулся, что это за место, что это за время, и что бы ты себе сказал, сейчас 50-летний Евгений Николин после Соббатикова. я бы вернулся в те моменты, где я травмировал и нарушал границы своих близких людей, и я бы сказал себе, человек Божий, оставайся человеком Божиим, Будь во Христе. Потому что именно об этих моментах я сожалею, где я был неправ, где я нарушал границы других и травмировал других. Я бы хотел чтобы этого не было. Но это произошло. И я благодарен Богу за его прощение. Я благодарен Богу за прощение своих близких, родных и друзей. И я благодарен за силу искупления, которая действует на нас могущественно. С нами был Евгений Николин. Отказ бизнес по-честному. Подписывайтесь и не забудьте поставить лайк и колокольчик. субтитры. Спасибо.